Продолжение следует... Регистрируйся по ссылке в описании прямо сейчас. В общем, сама история следующая. То, что ты делаешь, это прикольно. Мне очень сильно нравится. Но по факту это дорогого стоит. И те, кто разбирается в DeFi, это довольно-таки круто. Да, я тоже кайфую, честно говоря, на самом деле. Ну, конечно, сколько ты там уже находишься, скажи мне? В DeFi, слушай, порядка двух лет, как я плотно погрузился в этот рынок и начал изучать всякие монеты, всякие вообще децентрализованные финансы, скажем так, фармилки, стейкинги. Но мне больше сейчас нравятся именно вот эти все токены. Просто заходить, выходить, быстренько забирать оттуда по несколько иксов и шагать там дальше. Все, понял. Давай людям сразу по чесноку расскажем. Это не прогревочный круг, ребят. Сразу же скажу, никаких прогревов сегодня не будет. Потому что заходите на обучение, заходите ко мне в NFT, заходите в DeFi или еще куда-нибудь. Здесь вопрос-ответ, потому что Влад действительно у него есть мои NFT. Подтверди это. Если это не так, то я тебе их сейчас скину. Да, да, да. Даже были уже несколько. Да, 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 да. У Влада есть действительно мои NFT. И скажи, пожалуйста, какую ты разницу почувствовал с момента того, как мои NFT попали в твои руки и как они выросли? Ну я прям понимаю, что ты видел эту историю всю от и до. Слушай, я помню еще, мы на Бали, когда были, твои NFT стоили по 25, по 30 тонн порядка этой суммы. И сейчас они на GetGames стоят разную стоимость, разную сумму. Но я там продаю их порядка по 100, по 150. Но как изменилось, слушай, именно ты о чем? Изменилось стоимость? Ну смотри, изначально я начинал, когда раскачивать свои NFT, я был еще тогда в топе FTX. И на FTX я был не то, что в топе. Меня знали там на FTX, меня знали многие. Только, наверное, сам Сэм Бэнкман Фрид меня не знал. Остальные ко мне прям писали. Да, ко мне прям писали и говорили, чувак, это очень круто. То, что ты делаешь, создаешь, это действительно фурор. Я очень многих там переплюнул. Я не переплюнул только, наверное, крупных актеров. И я не переплюнул крупных художников, которые уже являлись на тот момент с именем. То есть их, вот если здесь сейчас посмотреть, там суббота, вечер. Люди, этих людей, наверное, знали. Там Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent. Ну, в общем, это кого я знаю. Да, если других говорить, то этих людей я просто... Ну, у них маркетологи работали, у них работали там менеджеры. Этих людей бы я никогда, наверное... Нет, я скажу так. Скорее всего, скорее всего, я их когда-то переплюнул, но это будет чуть попозже. Что касаемо, в общем, что сейчас происходит. Все, наверное, помнят, что FTX скоманулась. И то, что будет происходить в дальнейшем уже времени и в режиме в начале, когда FTX восстановится, а ее выкупят в любом случае, даже не думайте о том, что FTX не выкупят и FTT там не будет в будущем выходить. FTT, наверное, выйдет под токеном версия 2.0 и пойдет в новое направление. Давай я тебя чуть тормозить, короче, а то иногда в момент, когда ты можешь одну тему начать и просто разгонять, разгонять, разгонять ее. Смотри, здесь есть токен, который, возможно, тебя не знаю, да, в целом. То есть ты светился у меня там в блоге, на канале. Давай в двух словах просто. Кто такой, чем занимаешься вообще? Что за NFT у тебя? Давай, наверное, начну с того, что я в криптовалютном рынке, наверное, больше, чем многие. Я с 2011 года в рынке. Фонду прошел, прошел очень много, прошел очень много скамов и пирамид видел, где сам терял и пришел к тому, что сейчас я, наверное, уже тот человек, который сам говорит о том, куда направление рынка пойдет, какие монеты стоит рассматривать, какие не стоит рассматривать. Работаю с крупными фондами и работаю с мультиэкосистемой кошельков, работаю над своим проектом. Сейчас скоро будет создание. Это никак не относится к сетевым проектам, к реферальным проектам. Пирамидам, к скамам это будет приложение ребят на App Store. Давай сразу ремарку внесу. Те, кто люди, которые есть и у них есть уже мои NFT, они уже изначально будут зарегистрированы в этом приложении. То есть это будет блокчейн на Тоне, который совместит приложение в двух ядерных системах. В двух системах ядер это Binance, Smart Chain и Тон. И, в общем, те, кто люди получают информацию какую-либо от меня в моих закрытых каналах, в моем закрытом канале, давайте будем говорить так, будут видеть, что будет происходить вообще дальше. То есть сейчас люди, те, которые получают информацию, они в любой момент могут задать вопрос. В открытом канале, да, я порой успеваю отвечать, порой нет, не успеваю отвечать. В закрытом канале отвечают 24 на 7. Лично я отвечаю. И что могу сказать, что, ну, топ-создатели NFT. Всем привет, кто увидит меня на YouTube в будущем новом канале. В общем, и стараюсь помочь многим разобраться в криптовалюте и почему стоит заходить в те или иные монеты и почему не стоит. Я знаю, допустим, ты заходишь в DeFi, ты конкретно разбираешь эту историю. Я захожу в Fundamental и конкретно разбираю эту историю, не просто разбирая ее, что со стороны технического анализа, ознакомлюсь именно с создателями тех или иных монет. И еще в некоторых монетах я являюсь валидатором на нодах. Я в курсе, да, я же есть у тебя во всех каналах. У тебя, по-моему, в открытом канале каждую неделю разбор. И в закрытом каждую неделю разбор фундаментала. Прям основательно по графикам, по уровням ты проходишь и, в принципе, даешь видение того, что может быть дальше, скажем так. Ну, да, да, да. Один из проектов, который я подготавливал со своим дизайнером на NFT, это был проект The Predicter. Это предсказатель, который именно по уровням бьет в позиции точек, куда придет та или иная валюта. То есть одна из моих тем была «Медвежий рынок» 2021 года и почему он начался с 21 ноября. Но я поставил тогда точки, что мы пришли, придем на уровни там 17, 20 и, возможно, 13,750 и 8. До сих пор топлю за 13,750, что в скором времени после отскока дохлой кошки мы придем туда. И для тех майнеров, которые сейчас майнят, хочу сказать, что не продавайте монеты свои, даже если будет биток стоить по 30. Поверьте, вы приятно удивитесь тому, что произойдет в 2025 году. «Инвестки» был рано в 2025. Давай еще обозначим сразу. Нас очень много будут смотреть новички. То есть те ребята, которые только приходят в рынок крипты, которые не знают, допустим, что такое NFT, как на этом зарабатывать. Поэтому давай без каких-то сложных терминов. Максимально простыми словами, чтобы понял вообще дядя Петя абсолютно с какой-нибудь дилем. Попробуем, давай. Попробуем. Ну смотри, вообще вот такой вопрос. Как ты пришел к NFT, когда ты первый раз соприкоснулся с этой технологией? То есть именно, может, купил, пощупал, я не знаю. Когда ты ее первый раз увидел на радарах? Я понял твой вопрос. Сейчас, наверное, очень многим будет, ну, это будет вообще прям, все, наверное, ахнут, потому что в 2021 году все говорили про NFT. В 2021 году, о, в 2017 году я первый раз зарегистрировал в Инстаграме аккаунт FirstNFTS. Это, ребята, не реклама, можете туда не переходить, кому будет, перейдите, посмотрите. В общем, в тот момент я первый раз выставил творческую свою версию изображения на продажу. И первый раз я продал картинку там за 5 центов. И потом я начал это изучать, как депозит фото сработает, как работает блокчейн, и как работают вообще с творческими людьми вообще крипта. И я этого не мог получить. И потом в один момент начали на блокчейнах регистрировать некоторые данные. И мне стало интересно, я начал заливать. То есть это, грубо говоря, 2017-2018 год. То есть раньше я просто заливал постоянно-постоянно на свои фотографии. Я фотограф со стажем с 2001 года. И я заливал свои фотографии с момента, наверное, 2015-2014 года. Я их проливал на специальные сайты, где возможны продажи. Потом я попал на EAM и на тоже социальную сеть США. И, в общем, в дальнейшем я уже перешел на структуру, что 2018-2019 год я просто изучал. Не то, что изучал, я уже заливал, но я не понимал, как работать и как продавать те самые объекты, которые я делаю. Потом я пришел к тому, что попал в 2020 год. И в 2020 году я уже понял, как работает та или иная система блокчейна. И потом начался фурор, когда бычье ралли понеслось, когда начали отмывать деньги на NFT. Я это все увидел и понял, как это работает. И зарегистрировался сразу на пяти площадках. Сразу скажу, те, кто хотят вот так вот тоже тот же самый путь пройти, это довольно-таки сложный, муторный, нервный путь. Не спишь днями. Влад, ты сам знаешь, сколько я там сплю часов в день. Вот. И, в общем, я все постоянно изучал. Да, и сейчас я пришел к тому моменту, что вот 2021 год мне открыл вообще систему NFT. И как я вообще стал вот в топах на многих площадках. И 2021 год как раз-таки, можно сказать, это был такой скачок у тебя в росте по NFT, да, когда они начали продаваться. То есть до этого момента ты этим занимался, ты тоже заливал NFT-шки, ты их продавал. Но прям основные коллекции начали у тебя продаваться вот в 2021. Да, весь 2021 год я посвятил, грубо говоря, заливке, разработке цель, задачи для NFT. Я разрабатывал некоторые мультиэкосистемы, старался понять, как это все вообще выглядит, как это будет работать. И потом, я уже когда это осознал, я начал заливать первую свою NFT, вторую, третью. Сначала продажи как бы не шли. Я нигде не выкупал рекламу, я нигде не шилился, я не просил друзей о том, чтобы это распространили, распиарили. И в один момент просто коллекционер начал выкупать у меня на FTX с Германии, если не ошибаюсь, человек. Начал выкупать, он мне прям личные сообщения прописал и говорит, здорово, как можно понять, какую цель и задачу преследует NFT. Я ему прям расписал огромный пакет. И первая продажа, это был круг, круг на черном фоне, просто круг. За сколько? Это было прокуплено за 300 долларов, и потом было перепродано еще раз, наверное, 20, и конечная ставка была 55 тысяч долларов. Ага. Слушай, а вот что тебя зажигает в этом плане? То есть, понятное дело, первое время у тебя не было какого-то вот такого результата, когда NFT-шки выкупали, перепродавали, но ты четко понимал, наверное, осознавал, что это когда-то произойдет. Да, и ты, ну вот что тебя вот как раз зажигало в этом направлении, в продаже NFT, в отрисовке их. Ты один работаешь? Давай еще вот так. Или у тебя есть команда? Не беру, и с этим дизайнером мы работаем уже долгое время. Мы с ним познакомились когда-то на Байкале 2020, когда попали в топ-50 фотографов по России. И с данным, Артем, увидишь это видео, большой тебе респект. Вот, и мы с ним работаем сейчас во всех направлениях, которые мы можем работать, и он мне помогает во всем. Поэтому еще раз огромное спасибо. Вот, и что меня зажигает, отвечу на твой вопрос. Это тот самый момент, когда мы создаем, когда мы делаем что-то полезное вообще для общества. То есть я не люблю те моменты там скама, не люблю моменты, когда просто люди пытаются выкупить какую-то картинку, например, те же там Тон Панк или еще что-либо. Когда Кинг Ситон, когда невозможно понять, к чему это идет в цели NFT и какие задачи она гласит. Когда ко мне люди приходят и говорят, расскажи про свой NFT, это не просто картинка, что это такое. Я четко даю понять. Например, ты знаешь, что в моей любой картинке, в моем любом дизайне можно увидеть будущее направление криптовалюты. В моем любом дизайне можно увидеть будущий аватар, который будет применяться в метавселенных. Есть возможность показать сейчас несколько NFT как раз ребятам, чтобы все имели представление, как они выглядят, да? Да, без проблем. Давайте сейчас я просто-напросто расшарю окошко. Давай. Так, ну давай сейчас покажем просто, к чему это все дело идет. Можешь, да, расшарю? Да, конечно, я расшарю. Я так думаю. Я надеюсь на это. Так, вот. Окей, видно мой экран? Скажите, пожалуйста. Да, видно мой экран? Я его вижу. А вот теперь да. Все, окей. Поехали. Давайте сразу перейдем. В общем, многие спрашивали, что такое крипто-чумбли. Очень многие спрашивали. И почему, допустим, их так мало, они добавлятся. Вот эта коллекция крипто-чумбли, это коллекция одной игрушки. Это вуду-купла. И если вы ее найдете где-то, это будущие аватары. Тот, кто имеет данную, ну, данный аватар, данную NFT, в будущем, в метавселенную, сейчас приложение уже разрабатывается. Мы сразу это заведем. Например, давайте откроем, вот сейчас крипто-чумбли стоит. И здесь, если вот посмотреть, видно всем. Здесь, если посмотреть, здесь есть предсказания на будущий рынок. И здесь можно увидеть в правом углу, сколько будет стоить Ripple. По какой минимальной стоимости можно будет, ну, где по нему, в принципе, выходить надо будет. Например, Ripple 15 долларов в 2025 год. Но это больше аватар-система. Если мы будем говорить о том, какая разработка идет на InvestKit Bull Run, и почему так много продано, и почему такая рарность у них, то могу рассказать. InvestKit Bull Run – это мой закрытый личный канал, в котором, попадая в него, вы получаете массу информации. Там сидит очень много разработчиков различных проектов. Там есть очень много людей, которые амбассадорят различные проекты. Например, ну, давайте рассмотрим данную NFT. Вы здесь тоже можете увидеть некие предсказания по рынку. То есть некие предсказания по рынку. Вы можете прочитать их, вы можете посмотреть. И это тоже будет в скором времени как аватар-система. Получая такого NFT, получая такой аватар, вы можете получить ее потом в 3D-объекте. Не знаю, будем мы сейчас делать или не будем это делать на локальном, на физическом объекте, печатать это все дело на 3D-принтере. Но, думаю, в будущем всех держателей, все-таки я приду к этому моменту, всем держателям мы подарим именно модель с 3D-объекта на 3D-принтере, напечатанную. Вот. То есть кукла, конечно, вот такую же? То, что будет стоять? Да, да. Это будет кукла, которая будет стоять. Надеюсь, многие видели, многие понимают, что есть, допустим, как Тимати собирает куклу. Вот. Мы вот делаем то же самое. Я хочу к этому прийти. И я в любом случае сейчас со многими делами завершу, закончу и пойду уже искать завод, который будет это изготавливать. Ну, мне нужна будет именно ручная некая работа, потому что это должно. Но, знаете, я люблю не покупать бренды. Я хочу их создавать, эти бренды. Вот. То есть люди... Ребят, когда вопросы задать можно? Да можно прямо сейчас задать. Как вопрос такой, вот этот художник, с которым ты сотрудничаешь, он их создает в каком-то 3D-пакете или 2D-графика? Нет, 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 это 3D-пакет. Здесь никакой 2D-графики нет. Вопрос в каком? Если ты сейчас послушаешь, ну, почему ты такой вопрос задал, давай я отвечу на него, во-первых. Смотри, тут сейчас то, что ты видишь, тут нет 2D. Здесь сама игрушка создана уже на 3D. Я и вижу. Да-да, поэтому тут 2D-рисунку, во-первых, никакого нет. Второе, это используется Cinema 4D, это используется Blender, это используется After Effects, это используется в каких-то направлениях, где мы уже хотим создать синематику, если нам это необходимо. Мы используем 2DFX. Но это очень редко. А 3D Max используется? Нет, 3D Max не используем, вот работаем в основном Blender Cinema 4D. Я сам в этих направлениях тоже работаю. Я тоже. Круто. Так, ну да. Смотри, основной вопрос был, что тебя зажигает. То есть, тебя зажигает как раз-таки, ты сказал, то, что это не скам, то, что это в первую очередь, ну, то есть, экологично и несет за собой ценность. Да-да-да. И то, что я могу в каком-то направлении людям предоставить какую-то помощь, в плане того, что многие люди не разбираются вообще в криптовалюте. Вообще. То есть, у меня есть люди, которые приходят ко мне в канал, они новички, и они не понимают, что это приходит. И мне недавно одного такого человека приходит аудиозапись, где он говорит, слушай, это как оазис в пустыне. То есть, ну, вообще, говорит, типа, здесь никому к чему не призывают, здесь не заставляют там подсоединяться в какой-либо проект, здесь просто есть откуп портфеля. Я понимаю, что в какой-то момент времени, там, в году, так, 15-м, я пришел к тому, что, да, необходимо составлять портфель и делать это правильно, закупаться не на верхах, как все любят это делать, а закупаться на низах и продаваться, наоборот, на верхах, и получать от этого удовольствие, и получать от этого какую-то новую жизнь, что ли, и путешествовать по миру, и покупать себе новое какое-то чувство энергии. Вот так вот буду это говорить. Я понял тебя. Насколько вообще сложно отрисовать свою коллекцию? Допустим, у меня вот есть ребята, которые хорошо фоткают, хорошо рисуют там на айпаде, да, каком-нибудь, на приложухе. Вот это же, ну, вообще, действия практически элементарные, да, это отрисовываешь красивую картинку, как я понимаю, в моем понимании, это если у тебя есть скилл рисования, либо ты можешь где-то копернуть, что-то добавить, так тоже, я знаю, многие делают, и заливать это на какой-нибудь либо GitGames, там, либо OpenD, Rarible и так далее. Ну, давай вот так скажу, что не нарисовать. Помнишь, я еще раз вернем чуть-чуть в прошлое, сегодня говорил, я продал круг. У этого круга, у самой картинки были запитаны цели и задачи. NFT должно содержать цель и задачу. Самое важное, должны содержаться метаданные правильные. Не должно быть такого, что ты продаешь просто картинку. Почему у 97% пользователей не получается в тот или иной момент, допустим, продать свое изображение? Даже у некоторых артистов хороших не получается продать, потому что нету правильно поставленной цели и нет задач, выполнимых для этих NFT. Когда человек приходит, он должен понимать, что он в любом случае сможет перепродать свое NFT. То есть у меня вечный доступ в закрытый канал. Вечный доступ. То есть пока я тут нахожусь, я могу вещать о том, что происходит на рынке. Помимо всего этого, я работаю еще с очень многими людьми, которые мне дают некую информацию по тем или иным моментам по рынку. И то, что, допустим, я показываю портфель, как я откупаю его, я не показываю на какое количество денег я его откупаю, но я показываю в тот или иной день, что я откупаю, и объяснение даю, на какой срок я это откупаю. Это очень важно. И поэтому люди приходят сюда. То есть у меня сейчас есть люди, которые даже не новички, они профессионалы в рынке, я их прекрасно знаю, они приходят ко мне в канал и говорят, чувак, это топ. Некоторые есть новички, которые еще не понимают, но они всегда могут задать в чате вопросы, сказать, ну, слушай, друг, ты не мог бы нам рассказать про ту или иную монету? Когда, допустим, я откупаю монету, сразу на эту монету выходит целый обзор. Вот. Есть партнер... Ты же сам у меня есть в закрытом канале. Вот. Ты видел. Прямо специальный обзор не только по какой-то монете, а по проекту даже, который еще не находится в рынке. То есть ты иногда по проектам даешь информацию, ну, а ее нигде практически нет. Ну, как бы если... Да, сейчас дело в том, что я, допустим, являюсь одним из людей, которые находятся в майнинге очень долгое время. Мы майним и на видеокартах с моей командой, и майним на майнерах, на асиках, на ант-майнерах, буду так говорить. Также мы еще являемся валидаторами в нодах. Ну, тоже ты про это знаешь. И, допустим, те проекты, про которые вообще еще 98% людей из рынка вообще не знают, мы уже их добываем, эти монеты. И да, к нам можно присоединиться. Там есть специальные условия для людей. Кому интересно, ребят, напишите. Либо кто есть у меня в закрытом канале, напишите в комментариях, как присоединиться к валидации. Сколько это стоит, мы это все расскажем. Я это все лично расскажу. Либо напишите моему менеджеру. И, в общем, либо Владу в канале напишите, спросите. Влад, скажи, пожалуйста, как попасть к этому в валидацию? Как попасть к этому в закрытый канал, а потом в валидацию? Да, это еще один из моментов, когда люди приходят и спрашивают, допустим, оп, а что такое Нибиру? И ты такой, ну окей, Нибиру, это вот такой вот проект, а где его купить? Его еще нельзя купить, мы его добываем. То есть на данном момент времени мы добываем эти токены. Это то же самое, как с Соляной когда-то было, которая принесла тем, кто добывал там. Ну, озвучит сумму? По полтора миллиона долларов, короче. Давай чуть не уходить сейчас в сторону. Давай, давай. Что думаешь о перспективах развития в 23-м году вообще NFT, да? NFT, они сами по себе бывают разные. Вот, например, отрисовал коллекцию, придал ей ценности, залил на GitGames какой-нибудь. Это один вариант. Из нескольких десятков, мне кажется, которые существуют. Второе – это игрушки, да? Вот перспективы в целом развития продажи NFT. Как сказал Майкл Сейлор, наверное, многие знают, кто такой Майкл Сейлор, один из китов вообще просто в мире крипторынка, то на NFT еще даже бума не было. То есть вообще никакого бума на NFT не было. И он будет только в 2024 году, когда все поймут, что такое в принципе NFT, как с этим работают и как некоторые отмывают на этом деньги, как некоторые там зарабатывают денежные средства. То есть весь бум будет вместе с бычьим рынком. То есть вы увидели, что такое хайп на NFT. Те, кто были в рынке и видели, как там всякие панки, даймонды, кингси тонн, как они продавались. А сейчас, допустим, мы можем сказать, что весь рынок медвежий и даже NFT попали в этого же медведя. Но как только это все перевернется и как только цикл изменится, это уже практически скоро произойдет, и 75% медвежьего рынка мы уже прошли, и скоро будет аккумуляция начнется, и мы пойдем на бычий ралли. Вот тогда и NFT начнут очень сильнее стрелять. Но хотя меня устраивает то, что сейчас в моеме NFT происходит. Я со своими NFT в топ-10. Завтра, я думаю, мы уже будем в топ-7. Мы обогнали. Кстати, давай передадим привет. Это же будет на YouTube. Justin The Block, гид. Мы вчера тебя с твоей аудиторией в 90 тысяч просто шагнули на... Чуть-чуть обогнали. На три позиции, на четыре. Предлагаю тебе поднажать немножко или написать мне в личные сообщения и пообщаться. Отлично. То есть по NFT все только начинается, да? Вот ты, кстати, упомянул... Абсолютно. А то, что через NFT отмывают деньги. У меня как раз-таки был записан такой вопрос. Что ты насчет этого думаешь? То есть, по моему мнению, да, очень много денежных средств прям проходит через NFT, чтобы замести там свои следы, да? Чтобы там конвертировать одну сумму на другую, там как-то входными путями обналичиться и замести свои следы. Вот как ты думаешь, капитализация у NFT, да, в 21-м году, она прям сильно выросла. Вот за счет как раз-таки вот таких вот ребят, да, наверняка в том числе. И как ты думаешь, вот как-то могут это пофиксить, да, отследить, возможно, через NFT? Слушай, пока еще, в общем, если мы будем говорить о рынке западном, SEC еще не брали за NFT полноценно. Но я думаю, пока они занимаются ценными бумагами, разборами с Ripple и со всеми монетами другими, в общем, да, в скором времени они тоже возьмутся за NFT. Ну, что такое NFT? Это Non-Fungible Token. Это один токен. Вот и все. Вы его залистили и продали в какую-то компанию. Компания это отразила как стул, который они на учет компании поставили. Ну, попробуй это, докажи. То есть это просто такой подарок судьбы. А стоит эта картинка миллионы долларов. А они через это просто деньги прогнали. Ну, я сейчас, я не буду это говорить в прямом эфире, как это правильно сделать, как это все заместить. Ну, в общем, налоговиков обойти, в принципе, можно. Я не советую никому этого делать. Если вы хотите там обходить налоговиков, потом это просто превращается в какой-то сумбурный ад. Для кого-то я все-таки сторонник законов, и поэтому мы с этим работаем. Это нормально. Но NFT пока что еще, грубо говоря, вне закона, и можно так воротить. И крупные компании, которые, допустим, состоят в США, там, микростратеджи и остальные, они этим пользуются и очень легко сейчас обходят все системы. Раньше это было у них с криптовалютами еще в 16-м, 17-м, 15-м году. То есть сейчас они это делают через NFT. Я понял. В целом, ну, то есть это будет продолжаться в любом случае какое-то время, пока не пофиксят этот момент, возможно, да, пока не найдут... Ну, конечно, 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 это так и будет происходить. Ага, хорошо, смотри. Как, допустим, мне или новичку какому-либо вообще начать зарабатывать на NFT в текущих реалиях? Я сейчас сразу скажу, я не пойду отрисовывать свою коллекцию, заливать ее на GitGems или куда-нибудь на OpenSea. То есть мне этот путь кажется достаточно таким тернистым, да, если самому начинать сейчас вот с этой стороны. Может быть, ты какие-то дашь рекомендации, как сейчас, ну, вот, в принципе, все эти 11-10 участников помимо нас двоих могут начать на этом делать деньги. А эфир просмотрят потом тысяч 6-7 человек, я тебе уверяю. В общем, смотри. Вообще нужно понимать для начала, как правильно заходить в любой рынок. То есть, согласитесь, есть, допустим, то же самое Авито. Но если мы говорим про рынок СНГ или там Алиэкспресс, или еще что-либо, как выбирает лучшего продавца. То есть продавец выводит себя как-то в топы. И есть трейдеры, например. Вот если мы будем говорить сейчас о трейдерах, о вторых лицах, которые занимаются перепродажами. Вот ко мне вчера человек обратился и говорит, я хочу всю твою коллекцию выкупить. Я говорю, я не могу тебе всю коллекцию продать. Вот, ну, сколько можешь продать? Я говорю, ну, можешь выкупить там, допустим, 5 NFT. Я не буду говорить сумму, за которую мы провели сделку. Но сумма довольно-таки неплохая. Человек выкупил, и уже сегодня у него пошли продажи в 3 раза дороже. То есть он знает, как продавать. Он пользуется там пушем, он пользуется тем, что он где-то рекламирует на каналах это все дело. Он понимает, что у него, допустим, есть прямая задача перепродать. Но есть еще, допустим, люди, которые перепродают NFT просто. Вот они выставили в надежде на то, что купят. И действительно могут приобрести у них. Я вот сейчас там свои NFT практически не выставляю. Я уже даю возможность перепродавать людям. Потому что если я буду выставлять, я буду сбивать рынок. Ну, то есть я демпинговать цену не буду. Мне хотелось бы, чтобы люди тоже зарабатывали, продавая свои NFT. И если они понимают правильный оффер, как ведется продажа, например, той же самой NFT, например, это закрытый канал с вечным доступом, которым вы не теряете доступ, продав NFT, а ваш человек не зарабатывает, а ваш человек приобретает такой же доступ и может также перепродавать NFT, то согласитесь, это будет работать. Ну, то есть у тебя как NFT вообще продавались? Насколько я знаю, ты первое NFT вообще продал просто, познакомившись со мной. Смотри, у меня по твоим NFT получилось вообще достаточно интересно. То есть первое NFT я выставил на продажу, и она там какое-то время еще повисела. Но я о ней вообще забыл на самом деле. А потом я вспомнил, ага, у меня же есть инструмент, с помощью которого я могу заработать. То есть я под определенный круг людей подбираю инструменты в зависимости от того, что я могу кому-то подсказать, порекомендовать, куда-то там пригласить, да, что-то дать, в общем. И как только я об этом вспомнил, такая NFT у меня сразу же продалась. Вторая, я ее даже на продажу выставить не успел, она у меня в этот же момент ушла. Ну, как бы да, да, так и получилось. Вот, и тут ты отвечаешь даже самое на свой вопрос, что продажа NFT это в принципе тот же самый трейдинг. Ко мне, опять же, очень многие люди даже обращаются, чтобы я под них сделал коллекцию. То есть они понимают, что они знают, как это продавать. И там пакет из коллекции стоит, допустим, одну сумму, одна NFT, допустим, там выходит в другую сумму. Как-то так. Поэтому здесь определенного оффера я, допустим, сказать не могу. Но факт остается фактом. Так, вот тут, Джезус, у тебя микро. Вопрос есть? Слушай, его не слышно. Его не слышно, да. Ну, ладно. Окей, слушай, здесь понятно. То есть новичок может начать зарабатывать как раз-таки на том, что найти покупателя просто под NFT или, ну, вот как я, например. Ну, слушай, давай еще один момент дам, что некоторые люди, которые выставляли мои NFT, у них просто выкупали коллекционеры. Коллекционеры действительно приходили и выкупали. То есть, наверное, все знают Леху Медведева. Ну, ты как минимум знаешь, все знают, хотел сказать. Ты, наверное, точно знаешь Леху Медведева. Он выставил случайно там за 200 тонн. Он вообще выставлять не хотел. Он говорит, дам большую цену. Ну, как бы для людей 200 тонн – это действительно большая цена. Я это прекрасно понимаю. Вот. И у него через, там, 15 дней произошел выкуп, и он говорит, я вообще ее продавать не хотел. Что мне теперь делать? Я ему продал ее за 200 тонн. Он говорит, как прикольно получилось. Он вот улетел сейчас в Малайзию, он мне об этом говорит, что как прикольно-то получилось, что мне продали, но я не хотел ее продавать. Я просто поставил большую цену. А потом коллекционер написал и говорит, мне не нужен твой закрытый канал, но я как бы вступлю туда, но я не буду этим пользоваться, я трейдер NFT. И он поставил за 777 тонн, и она буквально у него очень быстро отскочила. Вот. Я не знаю, как он это делает, как он перепродает, но он это очень быстро сделал. Самая дорогая продажа – это 777 тонн. Именно просто, без вступления в канал, он просто куда-то ее отправит. Я понял. Слушай, вот такой вопрос. Сколько вообще в целом можно зарабатывать на NFT за месяц с полного нуля, скажем так? Я вот пришел, новичок. От чего зависит мой заработок? Абсолютно твой заработок будет зависеть от того, как ты умеешь продавать, пушить те или иные NFT. Если ты коллекционер NFT, то ты выбирать должен именно потенциальные проекты, которые будут стрелять. Это очень важно. Это не просто проекты, где кто-то создал какую-то картинку. Их нужно изучать так же, как люди изучают токены. Вот. Когда там, допустим, битток, эфир. Ну, это фундаментал. Это нужно изначально знать. Это нужно ходить по различным там дистрит-каналам. Это в Телеграме нужно покопаться в каналах. Это нужно пообщаться с людьми, которые уже имеют эти NFT. Это нужно там зайти, возможно, в дискорд-канал. У меня там дискорд-канал, он прям вот огромный. Вот ты видел мой дискорд-канал, у меня там в дискорд-канале. На моем одном сервере дискорд-канала есть целая школа трейдинга. Сейчас я эту школу у себя в закрытом канале буду давать бесплатно. Просто обучение буду некое проводить. И это не просто обучение трейдинга, как некоторые там. Вот фондовый рынок. Это прям школа обучения трейдингу по криптовалютному рынку. Где огромная волатильность. Где в каких моментах нужно продавать, где в каких не нужно продавать. То есть вот это вот все нужно изучать. Все телеграм-каналы, дискорд-каналы, общаться с людьми. И тогда будет приходить понимание, где стоит выкупать ту или иную NFT-шку, где не стоит выкупать ту или иную NFT-шку. Это очень важно. И я там не призываю говорить, что, ребят, выкупайте только мои NFT, за ними будущее. Да, за ними будущее. Я в это верю, я это знаю, я это делаю. Я к этому реализовываю и веду. Но вы можете выкупить другие NFT, но изучите изначально. Вы можете отправить вообще мне какую-нибудь NFT и сказать, продаст ли она или нет. Стоит этот проект выкупать или нет. Я, по крайней мере, посмотрю хотя бы, что она из себя представляет. Это так же, как и в DeFi рынке. Вы не заходите просто в какие-то сумасбродные проекты, в щиткоины. Вы заходите в какие-то проекты, которые в DeFi рынке будут считаться фундаменталом. Да, наверное, так вот. Смотря когда. Бывает, я захожу на самом деле в всякую шляпу, если понимаю в моменте, что я могу на этой шляпе заработать. Но это, как бы, отдельная история про DeFi. Как бы, я смотрю больше в сторону фундаментала, согласен. Но бывают всякие-то моменты. Окей. В принципе, все те вопросы, которые я хотел задать, я задал. Еще, смотри, давай так. Вот человек, который покупает твою NFT. Давай просто ABC, там 1, 2, 3. Что он получает? Понятное дело, что он получает доступ в закрытый канал. Я знаю, это разборы монет, обзоры рынка каждую неделю, там, в одно и то же время, да, практически. То есть, это поддержка от тебя, ну, в чате точно так же. И вот ты еще сказал о трейдингу обучения, да, будет. Ну, уже началось, потихоньку, потихоньку начал это вводить. Небольшие подкасты, я там, бывает, пишу день до дня, когда приходит какая-то информация, когда я собираю эту информацию, либо когда эту информацию сам в голове у себя создаю и перевариваю. Вот. Самое основное, что это вечный доступ с возможностью попадания туда. Вы перепродали эту NFT и все равно там остались. Это очень важно. Ваш человек получил такие же, такой же доступ, как и вы. То есть, все становятся равноправными. Еще, ну, у тебя очень часто, вот ты говоришь, подборы всяких проектов и прилетают периодически всякие, скажем так, инсайды. Инсайды, которые там тебе прилетают точно так же от кого-то. И мне больше всего твой канал заходит как раз-таки по вот этим вот инсайдам. Мне нравится, как ты выкупаешь всякие монеты и транслируешь это, особенно когда берешь и переливаешь из одной монеты в другую. То есть, ты просто показываешь, как сам делаешь. И вот с лета по сегодняшний день, как бы мне удалось сделать хороший такой плюс. Я как бы захожу в то же самое, там на 10, 20, 30 долларов в моменте, чуть больше. Но я понимаю, что как бы через какое-то время, там годик-другой, да, когда уже прям будет такой хороший капитал, когда, то есть, рынок еще там ниже сходит, когда мы будем закупаться, да, тотально вообще прям на всю котлету, так сказать. Вот тогда начнется самое интересное. Сейчас это просто переливы такие интересные стороны из монеты в монету. Да, и сейчас я сразу скажу, фьючерсного рынка сейчас там не будет никакого. Фьючерсный рынок сейчас это смыв денег. Мы будем проходить, да, перед началом обычаевых, применяем уже практически не часов. Так, смываешься, то есть, подлагиваешь чуть-чуть. Так, сейчас нормально? Ну, не, все так же. Так, еще, знаете, ребята, все, подожди, может быть, это у тебя? У вас в порядке? Давай спросим. Да, давай спросим. Ребят, вам как слышно? Это у меня или... Хорошо слышно, вполне. А, все, все. Поднять руку, непонятно, когда вклиниваться. Каждый раз, когда вклиниваешься, кажется, что ты мешаешь. Где там поднять руку, как в зуме, типа? Ну, может, я не знаю. Давайте сейчас сделаем вопрос-ответ, я сейчас договорюсь, и после этого сделаем вопрос-ответ, у нас какая-то время есть. Вот, в общем, что касаемо, допустим, по каналу, фьючерсного рынка не будет сейчас никакого до момента начала бычьего цикла. В моменте начала бычьего цикла я собираюсь, в принципе, показать, как можно зайти там с плечом там X3, X5 на долгий период времени. Это очень важно. Я не люблю просто там давать в моменте сигналы, потому что люди не успевают заходить. Если я, допустим, там дам сигнал, они просто не успеют зайти и зайдут с другой точкой входа. Люди заходят с другими плечами. Как правило, люди не слушают, с какими плечами заходить. И они заходят со своими плечами, рискуя на полный банк и стопы не расставляя. И даже не заходя в изолированную торговлю, а выходят сразу на кросс-моржок. Поэтому потом с людьми начинаешь бороться, разговаривать об этом. Я этого даже делать не люблю и не хочу. Поэтому есть спотовая торговля. И, ребят, могу так сказать. Любой трейдер в свое время, бывшим трейдером, становится инвестором. Я уже перешел ту форму, наверное, когда я был трейдером ежедневным. Я уже стал просто инвестором. И я уже просто выкупаю одну монету. Из одной монеты делаю вторую монету. И просто-напросто занимаюсь вот такими переливами, как сказал Влад. На той же самой ТВТ появлялся сигнал в канале, который за два дня до этого мы писали. Это был в декабре, если не ошибаюсь, месяц. Там мы собрали порядка 150% и перелили это в другую монету. То есть вот такими моментами нам необходимо делать в канале, в моем, ребалансировку портфеля. И мы балансируем портфель за счет того, что делаем перелив с одной монеты в другую монету. Тем самым мы их накапливаем. Вот. Это что касаемо по каналу. То есть для меня это очень важно. И я хочу, чтобы люди поняли, что такое криптовалюта. Я хочу, чтобы люди вникли, что цифровые системы – это все-таки будущее. И чем быстрее люди это осознают и поймут, тем они быстрее уйдут с кэша. Многим сейчас будет понятно, что прям когда услышат, что фиата в скором времени не будет. Но 25-й год все расставит на свои места. От бумаги постепенно-постепенно будут избавляться во всех странах. Стой, стой, тебя не слышно. Пропал голос. Вот. Все, нет связи. Лео, ладно, задавай вопрос. Давайте тогда пообщаемся. Вопрос-ответ. Мы круг и на все, раз уж говорим. Я сегодня в чате вопрос задал, но ты как-то так на него ответил. Ну да, типа и в этом и вся, как сказать, ценность этого токена, что ты вечный доступ получаешь. И все. Обычно NFT прикручивают или в процессе какие-то дополнительные фишки будут. Вот эти дополнительные полезности, ради которых стоит удерживать. Конкретно твой токен. Слушай, будет приложение в скором времени, где люди будут попадать за счет этого в NFT, но вы уже есть в блокчейн-системе в этой. И поэтому те, кто в закрытом канале находится, они сразу попадут в приложение без его... А там была где-то информация? Я об этом нигде... Лео, я об этом информации нигде давать не буду. Это первое. Это инсайт. Это инсайт информация, да. И я не из тех людей, кто просто говорит про информацию. NFT и так уже являются некой такой силой рынка. Дело в том, что это первое, это аватары. Второе, это вы получаете очень... Я не знаю, ты в канале есть, а там очень много разной информации падает, которые в 99% каналах Телеграма нету. Это единственный канал... Мне нравится эта информация, это все понятно. Мне просто было интересно, будут ли дополнительные какие-то моменты для удержания. Если будут дополнительные... Ну, если я буду делать дополнительную информацию, то я сделаю сразу дороже, но это сразу в X3. Ну, понял. Но ты уже рассказал, что она будет, по сути. Ну, мы же здесь... Для тех людей, кто здесь собрались, я, в принципе, это рассказал. Прямо в онлайне. Так, а теперь... О, теперь стоишь на сутки. Да, теперь есть, все в порядке. Я тут перезашел. Так, ну, думаю, будем финалить уже почти час. Я, кстати, отвечу еще на один вопрос. Не отвечу, а просто добавлю к этому вопросу. Дело в том, что если вы являетесь трейдерами тех же самых, допустим, монет, вы же не спрашиваете, биток будет он расти или падать. Стоит его держать или продавать сейчас или нет? Ну, как бы вы не задаете вопрос битку. Поэтому я очень сильно люблю себя, я эгоист очень сильный и ценю себя. Поэтому я говорю, что считайте меня, что я биток в мире NFT. Да, мы тут любим себя. Вот еще вопрос по NFT, да. Понял, что они, вот ваши NFT, которые ты продаешь, коллекция, она не в 2D была отрисована, а смоделирована, да, в 3D пакетах. Это что касается технологии создания самого изображения. Это мне понятно. А где обучиться или как-то у вас может почитать, ну как, сама запаковка NFT токена в блокчейне каком-либо, ну, Тон или там полигон. Как это делается не с помощью стороннего сервиса, а как это сделать самому? Где эту информацию взять? Я понял. Я, в принципе, думал про это написать целую, целый курс сделать, целое провести обучение по этому плану, потому что я... Мне вот это было бы интересно. Да, я изучал это. Я это изучал, в принципе, 3-4 года полноценно. Искал информацию источников в интернете, там, ну, немного ее, и общаясь с людьми, с некими, искал у них информацию, потом сам это все выпитывал. Потом понял, что за это столько денег никто не заплатил. То есть, эта информация, в принципе, она стоит от 15-17 тысяч долларов. Ну, кто за это столько заплатит денег? Я поэтому не стал этого делать, и запускать такое обучение тоже не стал. Те, кому интересно такое обучение, в принципе, они обращаются напрямую, и мы в дальнейшем начинаем с ними сотрудничать. То есть, да, я человека нет-нет обучаю, но мы с ним подписываем договор, и человек полноценно начинает работать на меня, грубо говоря. То есть, человек становится создателем, я его обучаю всему, но я потом с его продаж забираю 40%, 60% он забирает себя. Как это работает, могу в двух словах описать. То есть, условно говоря, произвел я обучение, и я эти NFT еще так же начинаю пушить. То есть, человек, который создает, который делает, который кабину создает полноценно все, я его NFT еще и везде продвигаю. На каналах и в связях своих каких-то коммуникациях. И потом у этого человека еще предлагаю различные компании. Вот, а так, что информацию такую, либо обучать, но это очень дорого, я думаю, она эта информация, вот, если просто, как говорить, курс лекций там провести, ну, набрать там толпу людей, я так не работаю. Я работаю индивидуально, один на один, я трачу на человека. Уже были такие кейсы, ты работал индивидуально, один на один, вот именно как запаковывать NFT? Да, 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 у меня человек сейчас работает полноценно со мной. Это тот, который из Байкала? Не только. Мне просто интересно, в каких, по какой схеме вы с ним работаете? Он тоже на проценте или это другие уже? Тот человек, который из Байкала, мы с ним работаем уже просто на дружеских отношениях, ничего, мы просто, мы очень хорошие друзья, вот. Вот, а с другими людьми мы пока работаем на договорной основе, вот. И там все через юриста проходит, и там, да, там процент. Хорошо, можешь дать какое-то направление, типа ссылки, статьи на что-то конкретное, с чего начать самому копать? Без обучения по 15 тысяч долларов. Вот это, вот это очень приятный вопрос. Ну, например, в закрытом канале Пулгран поделиться какой-то ссылкой, статьей или постом каким-то интересным. А ты знаешь, Apple никогда не раскрывает свой код, только потому что они не хотят, чтобы им пользовались. Поэтому я тоже не раскрываю своих кодов. Но могу сказать так, можно прочитать книжку, что такое NFT. Вот ее я могу, кажется, если она у меня осталась, если есть, я могу ее предоставить, чтобы понять, что такое NFT и с чего это начинать есть. А потом, если будет это интересно, возможно, ты просто мне напишешь, и мы, может быть, с тобой сработаемся, и да, я, возможно, сделаю тебе обучение. Ну, давай начнем с этой книжки. Давай, давай, давай. Слушай, давай ты у себя ее выложишь, я ее скачаю, если она у тебя под рукой. Вот, она у меня есть, мы потому что, когда собирались писать курс обучения, я понял, что это дорого стоит. Просто дорого стоит. А вообще в сети такие курсы уже появились? Ну, вот. Да, есть такие курсы в сети, и на самом-то деле я эти мониторил. Перед тем, как создавать свое обучение, я мониторил несколько курсов, и они не дали мне... Это просто поверхность. Дают просто поверхности, которые можно найти на YouTube. Это поверхности, которые можно найти вот даже в той же самой книжке. Это поверхности, которые можно просто почитать в интернете. Никто не расскажет никогда, как правильно вносить метод данные. Никто не расскажет никогда, как правильно заполнять ту или иную форму, чтобы... Получается, не существует. Грубо говоря. Слушай, можно... Я не могу утверждать, существует это или не существует, но по факту, возможно, это... Для меня это, допустим, не существует. Для кого-то это может существовать. Каждый сам же находит свой кусок сыра где-то, в той или иной комнате. Надо создавать такой. Тебе. Курс обучения? Ну, вот такой углубленный с метаданными, с полной запаковкой. Не просто как картинки, а я их сам такие создаю и натяжки, и ничего толку с ним. Ну, понятно. Но ты представь, сколько получится таких же, допустим, людей, как я, кто вот попадает там в топы за счет этого. Это же денежные средства. Это все равно, это развертка систем. Понятно. Мне просто это интересно само по себе. Вот. Нет, ну, если ты работаешь с 3D-объектами и умеешь это делать, мы можем с тобой, я думаю, там, во вторник или... Вторник или четверг можем созвониться, пообщаться по этому поводу. Ну, было бы круто. Давай, давай, созвонимся, тем более ты, я, я всегда говорю, что в закрытом канале, я, те, кто у меня есть в закрытом канале, я всегда отвечу на вопросы. Давай созвонимся, пообщаемся без проблем. Да, я всегда отвечу на вопросы. Отлично. Отлично. Так, еще, может, у ребят какие-то вопросы есть? Я смотрю, уже многие повыходили. Если вопросов нет, то будем финалить. Слушай, огромная благодарность тебе за то, что сегодня пришел, за то, что сегодня рассказал про NFT. Эфир, считаю, получился не совсем таким, точнее, вообще не банальным. Не просто, что такое NFT, там, это, это, это. Ну, получилось достаточно информативно, прикольно. Я ему запись потом выложу на YouTube, на канал, везде зальем, чтобы все могли посмотреть. Так что спасибо, было ценно. Вам большое спасибо, ребят. Всех ценю. Ну, приходите на эфиры, приходите к Владу, у него очень крутой канал. И даже не буду говорить там про свои каналы. Сразу скажу, вот к Владу заходите, там мы со всем познакомимся. Дело в том, что мы с Владом часто пишем подкасты. Это один из мультигероев моей методовселенной, где мы постоянно пишем какие-либо подкасты. Всех обнимаю, всем в наше такое нелегкое время мирного неба над головой. И самое важное, ребят, верьте в то, что цифровые системы и, в принципе, новый мир, это уже на пороге стоит, и вы в нем сейчас находитесь. Вот. Всем большое спасибо еще раз и до встречи. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok